Турция Это предложение тем, что фактически Турция пытается стать посредником у нас в регионе Южного Кавказа. Если до этого действовал формат Армения-Азербайджан-Россия, то есть трехсторонний формат, то теперь Турция стремится к тому, чтобы стать наряду с Россией вторым посредником в переговорном процессе. Это укладывается, на мой взгляд, в общую стратегию Турции у нас в регионе. А цель которой взять Южный Кавказ под свой полный контроль в геополитическом смысле, конечно. Может быть, они поговорили о том, что... То есть даже не поговорили, а, по всей видимости, Фидан повторил требования Дагана, с которыми он регулярно выступает в последнее время, обращенные к Армении. Эти требования, суть их состояла в том, что два требования, с которыми выступала Турция, за то, чтобы Армения подписала договор с Азербайджаном на условиях, предложенных Азербайджаном, то есть пошла на полные уступки во всех вопросах, в решении которых заинтересован Азербайджан, то есть путем азербайджанского понимания ситуации. И второе требование Турции — это так называемый Зангизовский коридор. И, по всей видимости, Фидан повторил эти требования своего президента. Если до этого турецкая дипломатия как-то пыталась закамуфлироваться, так сказать, дипломатическим языком, выражаться, то есть какие-то предварительные условия для нормализации отношений с Армении, то в последнее время, вот уже несколько месяцев, турецкая дипломатия, сам президент Эрдаган, они употребляют слово «требование», талибе по-турецки, то есть они ставят на прямое требование. По всей видимости, Армения, нет у меня информации, турецкий с Турцией переговорный процесс уже, по всей видимости, приостановлен, потому что уже долгое время не было никаких официальных заявлений о встрече двух представителей, о том, какие вопросы там обсуждаются, или какие-то вопросы, или нет. По всей видимости, переговорный процесс приостановлен, приостановлен по той причине, что Турция поставила требования, когда Армения выполнит эти требования, эти два требования, тогда и начнется Турция возобновить переговорный процесс. Но я, знаете, все-таки более чем уверен, что Турция этим не ограничится. Она уже будет ставить такого характера требования, которые будут уже касаться вопросов, скажем, геноцида, с тем, чтобы Армения отказалась от политики не только признания геноцида, но и Турция будет ставить вопросы, связанные с нашей идентичностью, частью которой является восприятие Турции как страны, которая устроила геноцида Армян. То есть будут ставиться вопросы уже связанные, требования, точнее, связанные уже с тем, чтобы мы отказались от части нашей современной идентичности. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова